здравствуйте друзья у нас в студии гость зовут евгений вы у нас не первый раз да и значит евгений скажите нам чего мы собрались то что обсуждаем евгений это меня есть вот тема вот скажите что затем а я пока дверь прикрою говорить здравствуйте всем значит тема то у нас сегодня такая работа очень крупной компанией и моя позиция сейчас занимая я занимаю позицию софтворки инженеру просто и штат очень большой и у меня есть много начальников у меня есть и киеве менеджер и сеньор менеджер и директор и сеньор директор значит давно я уже у них работаю и тут сеньор и директор сеньор киеве менеджер он подходит ко мне и говорит слушай говорит тут у нас давно работаешь а у нас позиция новая появилась на сеньора у тестирования вы хотел вот чтобы повысить тебя как ты на это смотришь я говорю так только положительная я я что конечно и он говорит ну понимаешь говорит тут в нашей компании такая иерархия идет что я не могу тебя просто взять прийти там к большому директору сказать хочу повысить евгения позиция и тебе надо на на нее значит подать заявку и мы тут значит тебя по внутреннему процессу такая бы вызовем и пообщаемся и все значит будет то хорошо выбрать резюме себе обновить но я обрадовался ну что резюме то свое обновил все свои текущие новые проекты писал а ну и в общем на общих условиях на официальном сайте компании все в ходу загрузил проходит два дня и наш внутренний компанийский рекрутер со мной значит связывается по внутренней почте которая даже никогда не указывая сюда указывал свою gmail связывается по внутренней почте компании евгений тот вы тут продавались на позицию на сеньор инженера а давайте говорит мы вам назначим сейчас интервью говорит с сеньором директором и сеньором менеджером давайте и она мне эта девушка и говорит завтра завтра в обед как нормально конечно очень нормально ну все были значит и отправила мне по внутренней почте в календарь что вы завтра у меня будет ну мое личное мнение ко мне подошел сам сеньор менеджер говорит хочу повысить тут процедура такая давай спровоцировал фактически вас и как бы якобы не готовился к интервью то есть я буду я подумал что мы приду но посидим пообщаемся там а делах насущных как у нас там в компании как проект как что туда и повысят но оделся так прилично все как полагается в тот день это был такой все таки но прихожу и значит на интервью я знаете что вы я слушаю вас я вспомнил анекдот как пить анка пулеметчица подходит к петь и так знаете заговорчески вот так петь когда вечерком банку приходи но приходит в баню разделся взял шайку заходит а там комсомольске собрали вот именно такая ситуация в кабинет директору закрываю дверь посаживаемся ну и и он начинает со мной разговаривать уже нет как будто я с ним знаком два года уже а он начинается на разговаривать так как будто на интервью кабы ты не знакомы и получилось запись небольшая чего это в итоге полноценное интервью на позицию синьора которая длилась 50 минут с огромным рядом вопросов я вот их записал и я не был то готов к интервью и не был готов на вопросы и собственно чем мы собрались то конечном итоге он в итоге сказал мне так евгений ну очень спасибо за то что сегодня имели время подойти ко мне говорит на интервью а ну говорит помимо тебя нас также еще огромное количество внутренних сотрудников то тоже подать подались на эту позицию а так говорит еще есть огромное количество желающих внешних чтобы хотел прийти в нашу компанию значит мы в течение двух следующих недель будем активно интервьюировать активно выбирать и если значит выбор все-таки упадет на вас то и чар с вами непосредственно свяжется если нет ну значит спасибо всем так да я как бы сижу там где у нас у нас большое такое помещение загон где мы все сидим и я вижу в общем там кабинет директора и собственно когда-то два года назад я сам в тот кабинет шел на интервью то есть я знаю как провожают на интервью и кто провожает и я так в течение дня так свяжу я смотрю периодически ему раз одного раз другого раз три то есть а люди так активно приходят интервироваться тут я понимаю что когда ко мне сеньор менеджер подходил и говорю что я как бы хочу тебя повысить что же все как-то не так как как я хотел получилось так как бы получился полноценный так скажем соревнование получилось у меня теперь из других но то есть вы не знали что комсомольское собрание открыто шли в баню совершенно верно хорошо значит там у нас такой был вопрос что они вас чего-то спрашивали а мы потом думали хорошо ли я ответил вот совершенно давайте будем разбирать вопросы мы собирались разбирать вопросы да вот я ответил я записал все опыта значит мы когда первый он начал с алгоритм по программированию хотя я вообще не программист ну в общем он начал с алгоритм по программированию он начал сознание си шарп си плюс плюс и пайтон другое ему все надо да на си шарп и на си плюс плюс я ему просто промычал и сказал что ну извините я не с этой планеты или как бы не подходите а по пайту на горе можем то и поговорить в принципе ну в общем он разворачивает ко мне экран там такой блок кода по пайтону и говорит что будет на выходе промычал ему что-то очень технический вопрос потом значит попросил на доске мне написать там сиквел несколько задачек и поговорили по расти 5 но в общем это все были были технические вопросы которые смотрят это не очень интересно а а вот далее самое интересное начали последовали ряд вопросов про лидершип и онершип насколько я лидер насколько я могу чувствовать что там мой продукт и насколько могу за него отвечать вопрос первый почему ты подался на позицию синьора и почему считая что ты должен быть мой ответ был такой что я очень хорошо знаю этот продукт лучше чем многие другие я хочу карьерного роста вашей компании также новая позиция даст мне больше ответственности и я смогу намного больше и проявить свой онершип и лидершип навыки так как бы по принципиальным позициям значит у меня нет протеста никакого по акцентам значит я бы я бы начал вот с того что там где-то немножко сзади так скрылась значит я бы сказал что я я стремлюсь к тому чтобы решать более сложные задачи и я считаю что на позиции синьора у меня будет возможность с одной стороны развиваться в этом направлении с другой стороны сделать больше для компании в которой я работаю и которые я в общем неравнодушно отношусь я понял а текущая позиция тебе не дает достаточно проявлять свои навыки онершип и лидершип приведи примеры из прошлого как и когда ты применял эти навыки на практике и мой мой ответ вполне достаточно то есть мне позиция дает вполне достаточно но я также хочу и карьерного роста да и ощущение больше ответственности не помешает лично мне пример лидершипа из моего прошлого я работал системным инженером банк это на самом деле так и есть это правда это был новый филиал банка и мы в очень жатых сроках реализовали домен и актив директорик до открытия банку нас оставалось несколько дней и в нашей команде было три человека по окончании рабочего дня один из сотрудников постоянно говорил что ему нужно забирать ребенка из школы автору говорю что у него болеет мама и ему в общем надо срочно уходить и ухаживать за ней несмотря на то что основная ответственность по настройке всей доменной структуры включая актив директории было возложено на них они на меня я взял себя ответственность и оставался после работы за счет и грубо говоря оставался после работы взял ответственность и делал эту работу для того чтобы все успеть до открытия пилиала банка потому что я чувствовал что это также мое то есть а я показал свою ответственность и провел свои черты лидера не переложив работу на них а выполнив работу в срок ущерб своему лишнему времени значит лидер этот человек который ведет других влияет на то есть ту лиды да это фактически влиять не обязательно встал впереди они за тобой идут но но влиять лидер это тот кто влияет на других людей словом делом примером там еще чем-то поэтому в данном случае это был очень неудачный пример лидершипа если бы вы наоборот как-то их стимулировали к тому чтобы вместе работать это был бы лидершип в данном случае это просто была ответственность это вопрос это было просто ответственность но изначально вопрос то ведь вот чем был вопрос был в том а чего тебе не хватает в нынешней позиции вот если у тебя есть потенциал лидера там или что-то чё тебе не хватает на самом деле человек который более синер это человек который решает более сложные задачи и тут есть тонкость такая значит что мы из себя профессионально представляем это результат того с кем мы работаем на каждодневной основе потому что мы набираемся от людей и второе это на каких задачах мы работаем то есть я бы даже задачи на первое место поставил то есть чем более сложные задачи ты решаешь пусть даже на одном проекте но там вот допустим тебе дали этот кусок а там ребята джунир или так тут недавно подошел вот они им отдали что-то попроще есть вещи которые не каждому дашь вот допустим когда как когда компания решает вот скажем есть какой-то проект можно взять там пять человек со стороны там консультантов принципиальные куски консультантам не дадут зависит от компании по всякому но в принципе принципиальный кусок должен делаться своими потому что консультант пришел и ушел и мы останемся ни с чем поэтому я почему просто рассказываю что вы хотите более сложный и более ответственный кусок работы вы сегодня проявляете инициативу в тех рамках которые ограничены решаемыми задачами и тем уровнем ответственности который на вас возложен если задачу усложнить и уровень ответственности повысить то тот креатив который ваш вас есть то ответственность который у вас есть эти навыки лидера которые у вас есть они как бы больше проект более того если вы например на оппозиции просто инженеры быть лидером сложно в том смысле что вам некого вести ну вот практикантов прислали из колледжа вы можете ими заниматься но в общем и целом у вас не роль в которой вы являетесь лидером чего-то вам могут сказать вот там команда пять человек ты отвечаешь вот там за что-то скажем там за автоматизацию вот тебе еще два человека ты ведешь в зацените помогают это можно так так быть тоже но это и есть человек который уже пошел в сторону senior то есть он он более сложно раздает другим работу там и так далее то есть вы можете сказать у меня сейчас вот именно как лидера у меня нет возможности я моя позиция мне таких возможностей не дают а я чувствую все потенциал идем дальше он говорит у вас недостаточно сотрудников для выполнения текущей нагрузки как ты будешь решать эту проблему мой ответ был такой я открою дополнительные позиции на ему новых людей у него вы тут тут целый ряд вопросов я сразу скажу как там как ты считаешь сколько человек нам необходимо принять на работу в нашу команду игру не менее одного дополнительного желать на 2 тут же от него вопрос приведи пример почему ты так считаешь и почему именно это количество я ему привел пару примеров рабочих моментов которые были там за прошедший год и он говорит ты привел всего пару примеров это все нет смысла нанимать еще одного человека из-за пары ситуации ему потом уточниваю ну на самом деле ситуации было гораздо больше просто я привел привел те которые на первых памяти вспомнили я не готовился к этому и после этого он ставит меня на свое место и говорит представь что ты это я и сотрудник приходит к тебе и просит нанять дополнительного человека виду большой нагрузки ты пошел к своему высшему руководству просить выдели бюджет отказали сказали твердое нет что ты будешь делать и как ты будешь решать эту проблему что я ответил если вариантов нанять нового сотрудника нет из-за бюджета либо железного отказа свыше то остается только взвесить всю текущую работу на нынешних сотрудников и работать больше по возможности мотивировать их прибавка к зарплате опять же один это нет я вот не подумал об этом после этого он так усеет смотрит на меня так пристально и говорит и это все что ты можешь сделать больше ничего но я тут как-то совсем растерялся в тот момент и я говорю ну ну мы конечно постараемся автоматизировать большую часть работы чтобы снизить нагрузку с текущих сотрудников но вы должны были понимать что нельзя автоматизировать все не особенно то что только что было внедрено и находится в стадии дебаггинга и активного функционального тестирования он сидит опять смотрит на меня и говорит а еще ну в общем он меня с этим совсем завалил и я может просто растерялся не знал что ему отвечать и потом он переключился на другую тему и говорит ну давайте вот этот вопрос разберем потом по другой теме вы поймите правильно человек приобретает опыт в процессе работы вот допустим говорят там требуется пять лет опыта там программирование на c++ или там на java и вы не можете взять человека которого опыт и год и сказать ему вот представь себе что у тебя пять лет опыта работы вот как ты сделаешь эту задачу он должен сначала иметь этот опыт чтобы увидеть ее глазами человек который имеет этот опыт поэтому значит чтобы я сказал более здесь вопрос так кадров идет и на не найма сотрудник да но я думаю что с одной стороны он не должен был вас гонять сильно в эту тему с другой стороны может быть ему просто любопытно было как вы будете выкарабкиваться потому что есть люди которые вообще такие они природные такие лидеры там и так я бы там взял еще человека двух человек вот в ту сторону я бы нанял людей и он пошел разрабатывать вами эту линию да а если а сколько человека как человека если ты пару примеров и он вас вот вы ему дали возможность вас раскручивать в этом направлении когда у вас спросил вот работы много бы не успеваете в этот момент вы должны были сказать так что в случае если мы не можем нанять других людей у нас нет ресурсов надо было сразу поставить отрезать надо было ресурс для того чтобы нанимать дополнительно людей не нужно не талантов и мозгов ничего не надо просто экстенсивным путем вы просто добавили тут добавили тут добавили тут так может любую компанию развалить вопрос том что если у вас не хватает ресурсов то скорее всего ваша работа плохо организована и желание нанять больше людей это зачастую значит либо чисто бюрократическая ерунда когда они типа очень заняты при том что выхлоп в никуда понимаете вот как советская экономика всю атмосферу загрязнили там из недр все по вытаскивали одеть нечего жрать нечего и и жить не в чем потеряли жилья не так и вот так работает поэтому существенно значит это иметь какой-то внутренний резерв видеть его вы можете сказать что надо пересмотреть алгоритмы надо пересмотреть приоритеты может есть такой если вы слышали принцип там 80-20 так когда если вы правильно приоритизировали то 20 процентов усилий дают 80 процентов результата так может быть нам надо приоритизацию поменять но еще раз вы вы очень естественным образом смотрите на это как человек который не не менеджер не организатор производства процесса и так далее что абсолютно естественно это вам не в минус это нам совершенно не в минус но просто он может быть хотел увидеть что-то такое какой-то креатив такой вот начальнический но я вам другое скажу позиция синьера это не позиция человека который занимается административной работой это не позиция человека который организует других людей или допустим ставит им задачи так далее синьер это инженер который выполняет более сложные задачи технически поэтому я не думаю что вот то что он вас это спрашивал вообще на что-то влияет может быть его просто интересно было на вас посмотреть в этом плане но не больше того позиции этого не требует и скорее всего это было просто посмотреть как я буду в общем выкручку поболтать да окей а ему интересно парень молодой но учен там следующие вопросы были такие значит потом мы закрыли эту тему и он спросил меня что по твоему мнению мы должны улучшить в нашем офисе а я сказал что нам необходимо ну потому что он как директор он это он этого даже не видит то чего видят видят простые чего я говорю нам необходимо заменить сломанные кресла на новые у нас имеется часть сломанных кресел но нам нужно повысить температуру воздуха до комфорта потому что у нас действительно половина сотрудников сидит с обогревателями по столом укутанных в отъяло некоторые даже у нас шапка и перчатках сидят он так удивит а у него это кабинете хорошо у него там нормально он так удивит а что это у холодно что ли и горит не это ты-то горит мне человек из россии говоришь ваш должен был в общем вот поболтали в общем и или потом он спросил что ты считаешь надо улучшить в моей в его работе у синьора я ему прям напрямую сказал демон ох и демон так я ему прям смотрю в глаза и напрямую опечаю знаете я вот вам скажу так я с вами не работаю я вас вижу там раз в две недели в коридоре это случайно я ничего не могу вам сказать про вас тоже это нужно спрашивать у ваших коллег которые работают с вами я с вами не работаю он посмотрел смотрит сторону на синьора менеджера который уже мой руку отлигает а что ты считаешь в его работе надо улучшить я посмотрел на менеджера менеджер раз так на меня я говорю да все устраивает говорю нету мне к нему жалоб говорю нормальный говорю мужик он хорошо говорит и после этого то он тон мой договорит посетит и говорит ну руку мне пожалует но у нас играет просто очередь еще на это место поэтому поэтому мы будем выбирать и если что он то и чар даст тебе сна и самое такое сложное вот 50 минут было находиться у него на интервью как будто мы не знакомы своего кабинета через пять минут встретил в коридоре и уже как будто все как будто у нас не было интервью разговаривать с ним как будто мы и не виделись пять минут назад то есть вот такое поведение но очень 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 тяжелое для меня было ну я думаю что главная часть разговора для него в его процессе принятия решения была техническая то есть когда он вам говорит там языки что делает вот этот код который у меня на экране что там там вот еще может быть вас спросил вот с точки зрения компетентности такой профессиональной вот он с этого надо начал с главного потом может быть он не был впечатлен и вместо того чтобы углубляться в техническую часть он сказал ну хорошо может быть он чего-то еще такой может быть у вас какое-то видение есть не обязательно техническая он вас начал прощупывать на разные вещи которые очень важны тоже давайте вот здесь люди которые берут тем что технарии а есть люди которые берут тем что у них есть какое-то видение у них есть чутье они с другими людьми умеют или они умеют задачу поставить понимаете или что такое видит чего другие не видят поэтому он начал вас поскольку он с вами раньше не разговаривал только он начал вас прощупывать с позиции человека который как бы хорошо разбирается в человеческом материале и одновременно у него в голове много вакансий не только вот это у него в голове много вакансий много всяких ролей и они постоянно лихорадочно думают кто ну кто бы вот кто бы это мог кто бы мог вот это они постоянно ищут людей у него может даже не быть в этой вакансии так вот это где собирают людей интервьюируют у него может быть мысль об этом мысль о том а и может быть надо открыть проект они думают о том кто кого поставить и так далее у них какой-то свой мир вы о нем не знаете ничего и собственно вам и не надо но он находился в своих мыслях и он вас так сказать проводил по своему кругу и по тем вопросам которые он вам задавал вы на самом деле можете понять что его реально интересует потому что человек не задает вопрос просто так каждый раз когда задается вопрос есть какой-то интерес это проявление интереса поэтому там он спросил там про программирование там видимо ему не было важно там силе сиплосаз может быть ему пайтона было достаточно но может быть он через несколько языков пытался понять насколько человек вообще технически насколько он технически эрудирован и так далее может быть ему было интересно как вы поведете себя если вас спросить то про 5 языков а вы знаете только один может быть даже и знает что только один в резюме написано один вот но он это вот как человек поведет себя он испугается или он там скажет вот один знаю остальные там звеняет и с улыбкой скажет или испугается скажет вот это же это все очень интересно поэтому такая дружеская беседа хорошая а вообще до америке это нормально практика когда менеджер подходит и предлагаете повысить а в итоге потом устраивается конкурсная основа среди многих многих других людей значит конкурсная основа это то как работает ваша компания вы просто об этом еще не знали но это первый раз и второй раз вы уже будете знать чем больше компания тем больше там порядка всяких процедур никто не хочет чтобы его судили можно судить за компанию за то что вас например дискриминировали при продвижении вот тоже это сложно очень сложная часть законодательства трудового поэтому у них есть такой процесс этот процесс выстроен адвокатами юристами чтобы не дай бог там не попасть ни в какую ситуацию даже если он знает кого он возьмет он он все равно идет по этому процессу чем больше компания тем больше это присутствует но сейчас я забыл еще раз но говорили о том нормально ли это когда ваш менеджер подошел и сказал я бы хотел тебя про продвинуть до промоушен сделать да он сказал я бы хотел чтобы ты участвовал в этом процессе это то понимаете есть понятие контекст вот он когда вам это говорит у него свой контекст а у вас совершенно другой поэтому вы понимаете одни и те же слова понимаете по-другому поэтому очень важно когда люди друг другом разговаривают чтобы они находились в одном контексте когда контексты разные вот тогда возникают анекдотические ситуации с баней например там из комсомольским собранием знаете когда то есть петь смотрит на анку и думаешь о контекст такой как бы можно сказать интимный вот а она к нему подходит с контекстом по общественной работе какой-то по комсомольской ну да и так того у него даже мысли такой нет поэтому это как бы обычно вот это мисандерстендинг да вот это все происходит просто что они разных контекстах то же самое вот часто бывает тестер пишет сообщения об ошибке а программист пишет не почет вообще написать у меня так не получается я понял потому что у него в голове есть какие-то вещи которые он не написал но подразумевается а у программиста которые подразумевается совершенно другие поэтому или ты написал или 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 он понимает свои из ту сторону и в эту поэтому вы просто были немножко в разным в разном контексте вот нормально ну в общем через пару неделю дам вам знать я вам скажу на первой моей работе там был один любитель кофе пил знаете кофеман а я приходил раньше других на работу вот я приду там а минут через 10 только начинают собираться ну так получалось ребенка в школу отвез и туда ну и кофе нет я значит ставлю кофе там машинка стоит а беру кувшин там засыпаю в машинку ставлю кувшин там все у меня несколько недель вычислял этот кофеман потом подходит и говорит ты сегодня кофе делал бегу я он говорит ты вот в этот вот чё сюда насыпал чеку это мог 10 пакетов но чего есть я посыплю он ты видишь что на одном кувшине это оранжевый ободочка на другом темно-коричневый я бы вижу он где что это по-твоему значит я буду дальше что этот оранжевый этот коричневый яга что это может значить то что один дикав а другой с кофеином и я брал я брал кувшинчик который для с кофеином а насыпал туда дикав да я понял вот и значит а вы ему не хватало этого самого кофеина он чувствовал то есть ментор я и не пойму вот а он чувствовал я прочего контекст разный то есть для него контекст кувшинчиков ну и для всех кто там уже обамериканился поэтому оранжевый и темно-коричневый для меня контекст а как один хрен кувшин и кувшин мы когда только только прилетели в сша буквально и там несколько дней мы жили в нью-йорке а потом уже нас перевезли в сан-франциско и вы гуляли по нью-йорку мы гуляем а это дать время было еще такое еще ссср был и там не было джинсов приличных ну так в продаже так как-то доставали люди по блату и не ну были советские а тут импортные понимаешь и ты идешь такие раскладки лежат и на раскладках джинсы так они лежат 10 долларов джинс яга мысль джинсы импортные 10 долларов стоит приезжаем сан-франциско нас племянница ведет в магазин она там работа в лонтере и такой фирменный джинсовый магазин я смотрю там джинсы по 80 баксов я да что ж такое джинсы импортные тут 10 долларов а здесь 80 поэтому мы были в разном контексте то что в моем контексте джинсы бывают советские и импортные а когда ты в этом контексте советских уже нет а есть джинсы за 10 до 20 за 30 за 40 50 и там за 125 и за 150 поэтому совершенно другой контекст вот это то что я я думаю то что произошло ну так мы на этом учимся на этом растем классно хорошая история я думаю те кто нас послушал они послушали нас с удовольствием спасибо вам давайте у меня сейчас урок начинается онлайновый мы с вами прощаемся и до скорых встреч да спасибо счастливо все пока